Ну ребятушки, сегодня у меня для вас две новости. Первая будет касаться центральных процессоров к Intel, Apple и AMD. Посмотрим, как новинка от Intel в лэптоп-версии обошла ли всех остальных конкурентов. И также увидим с вами игрушку от Rockstar, вернее, ремастер GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Что там по системным требованиям, что за движок, ну так вкратце. Салют, пипл, с вами Хьюман, минус один майнер, минус один видеокуп и, естественно, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Погнали. Что ж, Apple в свое время уже перестала кооперировать с тем же Intel. И, видимо, Intel с лихонца немножко обиделись, осадочек остался, и они решили выпрыгнуть вперед и показать всем, что такое настоящий центральный процессор. Но, как бы там ни было, мы увидим с вами три вариации с эксклюзивных тестов, которые просочились у нас непосредственно в сеть интернет. Intel, AMD, Apple. Ну, ребяточки, сразу романочка. У нас информация идет только по Альдерлейкам, которые в ноутбуке. По процессорам M1, которые у нас у Apple, и по AMD. Но по AMD, скажем так, прошедшей ревизии, версии, потому что новинки еще не вышли. Тем не менее, берут топовые варианты именно нынешней линейки. В итоге, мощные ядра Intel без особых усилий берут верх производительности в однопоточном тесте с результатом 1851 баллов. В качестве же сравнения берем M1, который на базе 5 нанометров набрал 1785 баллов. Само собой, тоже в однопотоке. Следом, идет 11980HK в стоке, не разогнанный, со своими 1616 баллами. И замыкает у нас AMD с количеством баллов 1506. Делаем краткий вывод, здесь у нас Intel лучше на 14,5%. Кстати, очень важная ремарка. Вы должны понимать, зачем мы вообще делаем эти тесты. Вернее, рассматриваем их. На самом деле, яблочный чип M1 очень хорошо подтолкнул развитие. Ну, собственно, что свое, что особенно Intel и AMD. Я имею ввиду отрасль центральных процессоров. Забегая наперед, я, конечно, не скажу, что архитектура X86 это что-то такое, что прям будет всегда ноу-хау и в первых рядах, если мы сравниваем с тем же ARM. Это очень важно, включая энергоэффективность. Но если мы с вами смотрим за общую мощность, производительность, то пока что да. Так или иначе, Geekbench из раза в раз демонстрировал, насколько хорош процессор от Apple. А еще это по той причине, потому что чип от Яблок полагается на алгоритмическую оптимизацию. И как ни крути, длительное время X86 подчистую сметало всех своих конкурентов. И даже более того, скажу, M1 чип сравнился со 11900K, десктоп-версии, не лэптоп, и выигрывал. Но не всегда все было так радужно, покуда Intel не заявили со своими 14 нанометров, все у них, скажем так, немножко пошло коту под хвост на определенный период времени. Компания, по большому счету, пришла в себя, ну, не так давно, но тем не менее уже давненько. И по большому счету мы с вами спокойно можем увидеть, что Apple, что у нас AMD, обладали своим преимуществом нанометрового узла. Но возвращаясь к Intel, мы видим, что они уже теперь тоже переходят на те же 7 нанометров, как только у нас выходит Intel Alder Lake. То есть вы теперь понимаете, почему преимущество у Intel повышается, да? Ну и, опять же, поздравим Intel, 14 нанометров, наконец-то, они вроде как забывают и переходят на 7. И вы должны понимать, что внедрение более энергоэффективных ядер еще больше повысит энергоэффективность. Если вы вдруг не знаете или забыли, что это такое, я раньше рассказывал по поводу Intel от центральных процессоров, в чем там отличие, какие там у них есть ядра и так далее, взгляните, посмотрите, вам это пригодится. И, кстати, этот момент очень, очень сильно важен для лэптопов. Энергоэффективность, е-мое. Тем более, дизайн BigSmall от Alder Lake, который как раз-таки специально был разработан для этой цели. Энергоэффективность. Но на самом деле неудивительно, что Intel опять взяла лидерство в однопотоке. Это стоило ожидать, как минимум, по их частотам. Плюс теперь, да, новая архитектура, значит, лучшая производительность. Но, вот что стало неожиданным, Intel смогла переплюнуть даже Apple M1 Max в многопотоковом тесте. По итогу, мы с вами видим 12900HK, получила аж 13256 баллов. Следом, у нас идет Apple с баллами в количестве 12753. Далее, неразогнанный 11980HK со своими 9149 баллов. И замыкает вновь AMD 5980HX со своими 8217 баллов. То есть почти на 45% больше профита практически при том же TDP. Хотя, собственно, и неудивительно, ведь новые процессоры имеют всего лишь 8 больших ядер. А это говорит о том, что маленькие ядра тоже очень способны на производительность. Ну, собственно, все это и на энергоэффективность влияет. Но, ребятушки, здесь стоит отметить один очень-очень важный нюанс. Все тесты проводились на Windows 11, не десятки. И тут вопрос, ну и что? А то, что новая функция у Intel есть, которая на 11-й винде позволяет запускать как раз-таки Threat Director. Что, кстати, может как раз-таки показать лучшие результаты в тестировании. Ну, это как будто такая маза между Microsoft и Intel. Ну, я знаю, насколько это прям, конечно, правда или нет. Но, тем не менее, такая функция у Intel есть. Под 11-й виндой она отлично себя чувствует. Плюс мы помним недавно, скажем так, сниженную определенную производительность камней AMD у 11-й винды. Ну, то есть, когда они вместе, да, когда мы ставим 11-ю винду на камень AMD. Мы видели, что там до игровой индустрии, если мы обращались, то FPS мог падать там от 5 до 15%. В других программках там от 2 до 5, что-то типа такого. Ну, это существенно, ребят. Ну, пишите пока, что вы думаете на этот счет по поводу этих тестов, по поводу сравнений. А мы двигаемся далее. Я думаю, ребятки, что уже не для кого не секрет, то, что Rockstar делает ремастер игр GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. То есть, улучшенная графика на новом движке. И, казалось бы, выглядит все достаточно интересно. Всего лишь 45 гигабайт по 3 игрушки. Но системные требования могут вас удивить, что минимальные, что рекомендуемые. В итоге, для минималки вам понадобится видеокарта GTX 760 или Radeon R9-280. Касаемо процессоров, это i5-6600K или AMD FX-6300. И, естественно, 8 гиг Азушки. Я напоминаю, ребятки, это минимальные системные требования. Если мы вспомним тот же Assassin's Creed Odyssey, то он запрашивает карту попроще, на уровне GTX 660. Рекомендуемые же требования у нас будут GTX 970 или RX 570. ЦП в виде i7-6600K или Ryzen 5 2600X. Само собой, уже не 8 гиг оперативной памяти, а 16. И, кстати, да, все будет сделано на движке Unreal Engine последней версии. В итоге, сей выпуск трилогии посвящен 20-летию самой GTA 3. И все это добро у нас будет стоить 67 баксов. Но, мне кажется, все-таки дороговато. Хотя, три игры, три игры, культовых игры, спору нет, конечно же. Но сразу так вываливать 67 баксов, там, 70 в зависимости от региона. Ну, так, по карману, думаю, будет многим чувствительно. И, кстати, вроде бы как сейчас это все возможно будет скачать. Ну, в перспективе предзаказать, я имею в виду, можно сейчас только через Rockstar Game Launcher. Так что, ребятки, ну, пока что Steam и Epic Store, насколько мне известно, галяки. Ну, я не нашел, я посмотрел, не нашел. А вот в лаунчере Rockstar, да, уже все есть, можно предзаказать. Так что, скачайте, проверяйте, добавляйтесь, друзья, если там есть вообще такая функция, что-то я не помню. Вот, на этом у меня для вас, ребятки, на сегодня все. С вами был, как всегда, Хьюман. И, как всегда, кайфовой вам игры. Кстати, не забывайте залетать на мой второй игровой канал. Субтитры подогнал «Симон»!